О Один Алло Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Султанов Алфавит Газильянович Алфавит Газильянович? Буква А Альфавит 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 Как? Что это за имя такое? Вы откуда вообще? Из России Да? Очень интересное имя Альфавит Ну вот видите Первый раз включай фамилия Михаил Михайлович это вы? Так точно Здорово за его Очень приятно Михаил Михайлович Право требований по вашему договору с лайм за им Передано в нашу компанию ID Collect на основании договора ЦСТ Статья 382 Гражданского кодекса Сумма долгого составляет 21250 рублей Михаил Михайлович Криводин компании долг закрыт по 3 июня включительно По той причине что у вас просрочка очень большая Сколько просрочек? 606 дней 606 дней Вот я жду чтобы было 666 дней Вот Число красивое И все Понятно Тогда вот красивые числа Я плачу Может быть А может не я плачу А может пошел ты? Посмотрим Как настроение будет Хорошо У вас идет на данный момент нарушение ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации Где прописано Обязательства должны исполняться надлежащим образом С условиями договора Да А я могу сослаться на закон о защите прав потребителя Потому что банк мне оказывает услугу У меня есть все сомнения полагать Что эта услуга оказывается мне недобросовестно И поэтому Хорошо Михаил Михайлович Вы свободный человек Вы больной Все что хотите делать Вот на суде Вот эти слова будете говорить Вот Наоборот Слушайте Ну хорошо Вот вы говорите на суде Ну сами послушайте 606 дней неоплата Это почти 2 года И за 2 года никто никуда ничего не подал Почему? А потому что сумма слишком маленькая 20 тысяч неинтересно никому заниматься И идти в суд Да Невыгодно Даже если учесть все просрочки Зачем заморачиваться Не пошли они за 606 дней И не пойдут Да ладно Дальше А если и пойдут То Ну тогда тут уже вопросики будут Мне тоже будет что сказать Очень хорошо Да Михаил Михайлович Пускай подают Я настаиваю Я требую Подайте Подайте лично Подойдем Подойдем У вас Да У вас идет нарушение Подойдет Госпошлину Вот А вы мне А вы мне А вы мне Не скажете Сколько Ну может вы знаете Что Чтоб я не напрягал Ну там 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 Приличная сумма будет По федеральному закону Сейчас Конечно Я просто отдавать Вашим полноценным кредитором Врагу не пожелаешь У Лаймзайма Михаил Михайлович Вот Так вот Почему По закону Лаймзайм был обязан Меня уведомить Так Хорошо Михаил Михайлович Смотрите Дело в том Вы на суде все эти слова будете говорить И здесь минус То есть Это уже второй аргумент Который вам нечем крыть Правильно? Михаил Михайлович Если начнут работать Судебные приставы То по федеральному закону По 229 ст. 64 У вас накладывается арест на все ваши счета Блокируются банковские карты То есть все передвижения ваших денег Будет арестовываться в позе кредитора Судебные приставы Так как я вижу Вы ИПЭК У вас это ИПЭК Является руководителем этой компании Это тоже не так Они арестуют мои счета Только если я не буду ничего делать А как только Я получу судебный приказ Я позвоню своему младшему брату Которому 15 лет И скажу Отмени мне судебный приказ А он мне скажет А как? Я не умею Мне всего 15 лет А я ему скажу Слушай, ты зайди на сайт И даже 15-летний ребенок Справится с тем Чтобы отменить судебный приказ Чтобы его счета не арестовали Михаил Михайлович Ну вы же грамотный человек Я вам выше озвучивал Что если вы отмените судебный приказ Я вам выше все озвучивал То мы подаем исковое заявление Хорошо, Михаил Михайлович Анкетные данные у вас актуальны? Конечно актуальны Хорошо Мобильный номер телефона Единственный для связи Есть другие у вас номера телефона? Нет Нет у меня других номеров Вы на этот номер Если дозвониться можете На данный момент Я фиксирую отказ от оплаты Звонки вам будут поступать Согласны 230 Напоминаю 606 дней Вы 606 дней фиксируйте Фиксируйте дальше Всего доброго До свидания И вам не хворать Просто давай не болей Так Ну что Где наша Звезда Самая большая И желтая Нам брать что ли Не хочет Не хочет Приходить записывать вам контент Не имеет желания Я так уже запетляюсь Мы же уже с вами Как родные практически Здравствуйте Здарова 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 Очень плохая музыка И очень плохая музыка Просто очень плохая музыка Очень плохо слышу Громче говори Владимир Николаевич Я звоню вам из отдела реставрациализации Банк Тинькова Целью помочь решить вопрос задолженности Подождите С чем Я почему-то думаю что У меня есть цель Решить вопрос задолженность Вы заинтересованы В решении вопроса задолженностью? Нет Почему вы не заинтересованы В решении вопроса задолженностью? Ну Потому что Это От этого у меня становится Меньше денег в кошельке А я не люблю Когда у меня становится Меньше денег в кошельке Не нравится мне это чувство Если у вас не будет выбора потом Так А если у вас Подожди Что значит не будет выбора? Выбор есть всегда Если вдруг кто-то из вас планировал Не надо Выбор есть всегда Не прыгай, кот Все норм будет Вам придется оплатить либо много Либо очень много Либо Либо Еще раз Выбор Либо много Либо очень много Знаешь? Я сейчас процитирую Геральта из Риви Это Ну ты знаешь кто это Геральт из Риви Отважный ведьма Вот И он сказал Если мне придется Выбирать между Большим злом И меньшим злом Я предпочту не выбирать вовсе Поэтому Какая разница нахуй сколько не платить? Не платить много Или не платить очень много Я не буду выбирать из этого Я просто не буду платить Владимир Николаевич У вас может просто не быть выбора Если Да как у меня не может не быть выбора Как Вот меня вот поставят к стенке И скажут Блять плати Или мы тебя расстреляем Вот так Стреляния дам Даже в такой ситуации у меня будет выбор Владимир Николаевич А Почему не оплачивать? Блять ты что тупой? Ну ты что глупый? Или как? Я тебе сказал Мне не нравится Когда у меня становится меньше денег Поэтому я не оплачиваю Все же понятно Предельно Максимально Кристально Ну вы понимаете То что вы не оплачиваете Влияет ситуацию Как это влияет на ситуацию? Сколько я не оплачиваю? Сколько у меня просрочка уже? Ну по кредитной карте вы длительное время не оплачиваете Длительное? Дней? Количество дней? Сколько? В днях уже не могу Вы несколько лет не оплачиваете Ну а же написано в программе Сколько не оплачиваю? Вот По Вот по кредиту наличными Вы также начали допускать нарушения С чем это связано? Ах Времени у тебя нет, да? То есть ты не знаешь Не по кредитке сколько я не плачу Сколько я не плачу по кредиту наличными Ну Времени на самом деле действительно не так много Поэтому Объясните В чем сложность? Почему вы перестали платить даже по залоговому продукту? Не хочу Вот Просто Тебе этого недостаточно? Вот Моего нежелания Это недостаточно веская причина То что я не хочу Я считаю что если я что-то не хочу Это веская причина Почему у вас нежелание? Ой Ну это уже Я не знаю почему У меня нет желания оплачивать Кредит Нет 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 И все Не стоит Ну вот Не стоит Вот что ты делаешь если у тебя не стоит Если не стоит то не стоит И не встанет Нет Стоит Стоит? Хм Я сейчас знаю Откуда? Приходил Ты что не стоит Владимир Николаевич Давайте все таки решать вопрос более конструктивно То есть вы знаете то что у вас впереди под залог недвижимости То есть вы заинтересованы в сохранении квартиры? Там сумма не такая чтобы забрать квартиру Не такая большая Квартира стоит значительно дороже Значит Ну после продажи вам вернут лишнее Ну то что Ну ты Смотрите Это ж Это ж еще Ну никто не может же просто так прийти и сказать Вот все Мы забираем у тебя квартиру И теперь мы ее продадим А тебе отдадим часть за вычетом долга Сначала должно что пройти правильно? Суд Суд сначала В первую очередь А чтобы он прошел Вы должны составить исковое заявление Направить его И вот это вот всю круговерть запустить Да я не юрист Вот Но мне кажется что в нашем государстве все должно по суду проходить Да Так Что нам мешает А у меня есть полное ощущение что я могу этот суд выиграть И все проценты которые мне начислились Ну что Придать анафеме Ничего Жду вас Так интернет все зажило? Да зажило Сейчас я дела основных сделаю Чтобы спокойно Вы еще здесь? Вы еще здесь? Почему мы Я отнял Николаевич не отвлекайтесь Почему вы так верен Ну как не отвлекайтесь Отец зашел с огорода сказал Ты приемный Мы тебя взяли только из-за материнского капитала Вот надо там Ему мотобоком перекопать Не заинтересованного в оплате кредита Да блин Ну сколько тебе можно объяснять Почему не заинтересован Потому что у меня есть ощущение Знаешь что это вот Посетило меня такое вот Ну наитие такое появилось Что я могу выиграть У вас суд И мало того что выиграть Еще есть списать все проценты Ощущения правдивые Станет все Вот если ваши ощущения Так давай проверим Давай проверим Давай проверим Фиксируй Что-то там фиксируешь обычно Вы готовы Почему вы готовы проверить И рискнуть квартиры? Потому что я люблю пить шампанское А чтобы пить шампанское нужно рисковать Понимаешь? Понимаешь? Смигаешь? Вот Ну вы Вы Я сделал я тебя Вася сделал Что я? Вы 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 Что? Ваше желание Не платить чем-то вызвано ведь А чем это вызвано Ваше желание Платить Чем вызвано? Слушай Ну Я как-то проснулся А моя жена? Ананас Уродливый такой Но я любил ее И именно в тот момент Я понял Что Я не хочу еще и кредиты оплачивать Ну как тебе объяснить? Ну вот 4 5 6 Сколько раз я уже сказал? Не хочу В моих кругах смотри Там Ну Люди с которыми я общаюсь Если им говорю что не хочу Это очень весомый аргумент Вот они меня знают Вот я не хочу Значит я не буду это делать скорее всего Да? Так Хорошо я понял Это аргумент Уже сам по себе Он не нуждается в дополнительной Я понимаю В дополнительном подтверждении Аргумент Объясните Сколько человек проживает в залоговой квартире? Сколько человек проживает в залоговой квартире? Ну сейчас я один Я ж вон Жену она нас выгнал А ж она нас Поэтому Один Сейчас проживаю Так А если вы потеряете Эту квартиру Не сможете там проживать Вы знаете где будете проживать? На улице очевидно То есть вы готовы То есть вы готовы Вы настолько желаете не платить Что готовы жить на улице Нет Я не готов жить на улице И не буду Это просто логический Где вы будете жить если потеряете квартиру? Ну на улице Но вообще нет Я думаю что можно будет другое жилье снять Во вторых Ну опять таки Ну надо же сначала ее потерять А пока еще не все потеряно Как сказали великие классики Василий Баста и Алексей Гуф Знай не все потеряно пока В руке ручка и по бумаге строка Пока Москва на Москвелике Но пока это есть Нормально договориться Ростов на Дону И я на своем берегу Уже Ну Если Доделать до продажи Конечно Можете участвовать в торговле Ну ты А Продажи квартиры Типа саму себя квартиру покупать Ты Чем слушаешь? Тем На чем На чем ты и сидишь Потому что Ну вот я сказал Ее сначала нужно потерять Это Почему У вас такая уверенность Что Вы выиграете суд Схуя ли баня загорелась Спрашивается Но Почему у вас Уверенность Что Вы А вот у меня есть козыри Потому что Иначе я бы так не говорил Правильно? Когда Человек бравирует Тем что он не хочет платить Значит У него есть Какая-то уверенность И факты Вот у меня есть И факты И бумаги И знания И И Я тебя захуярил Понял? Козлины ебучие Что это за знания? Что это за причины? Так Ну напомните У меня займов этих много Напомните у кого я брал Деньгу Банк Тиньков Тиньков Заебись На каком основании На основании Закона о защите прав потребителей Как тебе такое Илон Маск? А? Охуел? Я тоже Спустя Спустя Принятая манера общения Владимир Николаевич Вы явно не заинтересованы Как ты договариваешься Слушай Я явно заинтересованы По-моему Вот мы разговариваем с тобой Десять с половиной минут Первый или второй Вопрос был От вас поступил Заинтересованы ли вы В оплате кредита Вы заинтересованы В решении вопроса Долгом? Нет Я сказал сразу Нет Вы сказали Ну я изначально это сказал То есть И ты сейчас Спустя десять минут Для тебя это стало Открытием таким Нихуя себе Умственные способности Сколько классов Закончил? Скажи пожалуйста Владельника Давайте не будем Обсуждать Стройной темы То есть вы Почему считаете Что вы можете Не платить Что? Почему я считаю Ну а тут Не знаю Шизофрения может По-моему я уже В седьмой раз отвечаю НЕ ХОЧУ Ты ХОЧЁЁЁТЬЬЮЩЩЁЁЮЩУЩЩЁ Нет Нет Не устраивает Ты будешь ебать rigid's música Что что хочешь Да? Ты Мозгоёб получается Почему вы считаете Как 정о Sabin chave А почему-то считают Что можешь звонить Здесь по десятьм минут ебать мозги люди если тебе 7 раз сказали не хочу и вот моя причина не нравится идите в суд почему вы не идете нет нет ты выбираешь меня в угаде говорить а что если ты квартиру потеряешь а что если то блять если бы у бабушки был бы хуй она была бы дедушка не бабушка что там говорить а понимаешь вот здесь то же самое все абсолютно я пытаюсь понять понять ты пытаешься понять но ты не сможешь этого ты несу цель остаться при своих деньгах еще и взять деньги банка тинькофф и не возвращать желательно надежным блять как швейцарские часы какой ваш план не возвращать деньги банк я не могу их отдать у меня нет возможности а потом ну потому что по закону если человек в течение трех месяцев не может обслуживать свои обязанности обязательства спасибо большое вот мне подсказали обязательства то он обязан подать на банкротство обязан это нежелание не прихоть это обязательство по букве закона шаришь и на урбан просто заключается в защите интересных кредиторов а не вписание банковской задолженности чего еще раз проще процесс банкротства осуществляется в интересах кредитора процедура заключается в защите интересных кредитеров а не вписание банковской задолженности ну отчасти наверное соглашусь потому что защита кредитора здесь заключается в том чтобы он получил свое чтобы государство как бы рассудила всех но фишка в другом заключается что у банков есть неоправданные аппетиты и проценты за счет которых формируется вся эта большая сумма а тело долго как таковое она может быть гораздо гораздо меньше и вот когда мы с юристами придем в суд когда вы подадите и обрубим все аппетиты банков всех не только тинькова вы думаете там только тиньков не ху я не там и крым и рим и половые губы видали выдала моя кредитная история поэтому вот мы в суде обрубим все ваши аппетиты и вот на всех там 10 выделим но нет и финансово управляющему 100 тысяч это конечно загнули это чё дохуя что там еще сказали восемьдесят тысяч куда кому юристу сто восемьдесят ну что ну что восемьдесят не ну поменьше прям поменьше можно все замутить если организовать признает давлением основанным вас ожидают процедуры реструктуризации или зато имущества длительница до трех лет хорошо много выгоднее до пяти лет не три не года пять лет ты ошибаешься пять лет тем хуже для вас а тема чё хуже что вот что хуже длительность процедуры а что один чай чай чем отчетишь какие ограничения ну-ка такие ограничения между кушать новый сейчас узнаю вы не сможете занимать некоторые должности я не смогу занимать некоторые должности пять лет слушает да вот меня как-то это не сильно ребят если честно и вы хотите он крутится так квартира ведь заложено то есть пока вы не выплатили долг она считается принадлежащим банк с этим кредитором разберусь разберемся квартира где в теньке заложено до ну значит с теньком будет это смешно я тебя не оскорбляю я также я так шучу меня на ругать за то что я выражаю не может никто а вот тебе нельзя а мне можно и ты мне позвонил они я поэтому я сижу у себя дома на кухне я буду говорить так как я считаю нужно потому что я так хочу кредит платить я не хочу что уважать собеседнику вы не уважаете разговор разговор не уважаете банк ты прав я тебя не уважаю потому что я тебя не знаю вы тех незнакомых не уважают нет не всех а те которые звонят и будут мне мозги вот их да а так если на улице просто люди ну не уважаю его не знаю пройду мимо понимаешь разницу чувству почувствуй владимир николаевич что уходите площадь от процедур банкротства от процедур банкротства свобода от банковского рабства ну наконец-то что я еду не привозить это что вы таким образом сохраните квартиру вот как вы представляете никто не был при банк рот и это квартиру что еще раз как я буду сохранять квартиру если она у меня в залоге да а тебе все расскажи эти вот тебе вот все секретики компании выдает на блюдечке с глубокой емочкой отдай да и что какой хитрый я не знаю что банкротства это не списание долгов но процент это список спишутся правильно на практике не многих вот он мне говорит что это не списание долгов но это реструктуризация да это на диване а как как объяснить то алё рулетку сейчас отцу рулетку надо да алё еще тут а чё-то это что еще раз банкротом потерять время тоже будет вынужден погашать долг как вы будете погашать долг и вас признают банкротом ну как я зарабатываю денежки они перечисляются финансовому управляющему он распределяет и исходя из моих потребностей моего мрот там к наличии количества несовершеннолетних детей там поправка на ветер хуё моё вот и будет выплачивать мне деньги мои же заработанные вот так это и происходит какое-то время но это только то что касается официального дохода понимаете тут же еще вот такой моментик есть ну чего перевариваем алла вам ведь нужна вам нужна заложенная квартира заложенная квартира заложенная квартира это лучше чем отсутствие квартиры поэтому вот так вот ира которая в дороге она вот конкретно нужна вам конечно нужна нужна к вам что за вопрос ладно 20 минут мы с тобой общались не вы хотите хороший контент получился полностью согласен что поймите вот друзья если кузнецова чпокнут ладно друг нам нам тут шоу пора вести давай встречай себя на ютубе встречай давай посмотришь на алкоголь едим на шашлык где дарят кому на клык оу едим на шашлык тык 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 и я бабка у меня богатый бабка бой подъезжаю на свой падик бак залился алкоголь едим на шашлык